Аминь 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 Я хочу Твою лицо, Господь, Я ищу Тебя всем сердцем. Ах, Бог, лицо, и возьми меня, А святым поющим пресни. Ужаду праведность Твою, мой Бог, Ты сидишь, ты не знаешь, Бог. Проведи вас, Святой и Святой, Через солнце кровь, Проведи, Проведи вас, Святой и Святой, Ты устала и очистила, Вот я, Проведи вас, Святой и Святой, Через солнце кровь, Проведи, Господь, меня, Проведи вас, Святой и Святой, Ты устала и очистила, Вот я, Иисус, Ты устала и очистила, Вот я, Иисус. Сейчас мы будем участвовать в преломлении, посаживаться. Сегодня мы будем с вами рассуждать о значении тела и крови. Вы знаете, Бог открыл нам живой путь. Святой и святой через кровь Христа. Об этом говорит послание евреям, что мы должны войти путем нового живого. Я хочу спросить, сколько из нас понимает, что этот путь есть, и мы должны идти этим путем. Сколько из нас понимает, что мы можем реально. И благодаря Иисусу Христу мы с вами находимся в прогрессирующем откровении о Нем, о теле Господа и Его крови, в прогрессирующем. И мы не все сразу понимаем. И даже если он с ученикам сказал, что вы не можете вместить всего. И сила нашего откровения зависит от укоренения во Христе. И в этом случае Бог за нас. Он хочет, чтобы мы познали это. Он хочет, чтобы мы реально шли путем новым и путем живым. Через кровь Христа, прямо в святое святых. И образ того, что было построено в Скине и собрании, говорил нам о реальности Бога на земле. Аминь. Это реальность. И люди, священники, входили. Они видели эту славу. Они видели Ковщик Завета. Они все это видели. Но сейчас мы полностью зависим от откровения Духа Святого. Потому что на земле видимого нет ничего. Мы все достигаем верой. Через могущественное Слово Божие, которое настолько фундаментальное, что оно настолько исполнилось, что оно имеет в духовном мире все, что нужно. Статус она. Вот реальность духовного мира, которое из невидимого произошло видимое. Значит, мы можем входить в путем нового живого. Каждый раз на молитве стоя мы должны говорить, что я хочу пройти этим путем. У меня должно быть очищено уста. Мы должны сделать все, чтобы просить Бога о том, чтобы Он очистил нас. Нам кажется, что мы уже очищены. Иисус так сказал через Слово. Это правда. Мы находимся в стадии очищения, потому что мы живем в этом мире. Иисус сказал, а мы там надо только многим мыть. То есть мы действительно находимся в стадии очищения. И я хочу рассказать вам одну историю, которую я услышала, она меня поразила. Это свидетельство одной женщины, она американка. Она служит бездомным детям в какой-то стране пятого мира. Вы знаете, она случайно попала на служение в Торонто. Мы знаем, что в Торонто было могущественное пробуждение. Оно было феноменальное. Бог являл чудеса. И настолько это было все необычно, что человек попал, она сидела и говорила, Господи, вообще что это? Ну как это? Вообще как это? Не входило никакие рамки. Но сила свободы заключается в том, что ты принимаешь от Христа истину. А если человек не свободен, он не может вместить ее до конца. И Бог начал ее освобождать. И вы знаете, как он начал ее освобождать? Он показал ей откровение. Ей явился Христос на служении. Вы знаете, с чего началось ее прогрессирующее освобождение и феноменальное всплеское служение, что они стали искать детей под мостами. Они корнили тысячи. Она говорит, у меня же мало сердца раньше, прямых это на десяти детей. Но то, что Бог сделал, и Он сделал не через ее усилия, не через то, что она смогла это сама. Она говорит, я этого не могла, и я боялась этого. Но когда она попала в то движение Духа Святого, явился Иисус на служении. Вы знаете, что Он сделал? Он взял кусок своего бедра, вырвал его, вартянул ей и сказал, ешь. И она сказала, что это было так энергзительно. Это было так страшно и энергзительно. Но когда она взяла и к своим губам поднесла это, это превратилось в хлеб. Потом Он взял из блока чашу. И чаша эта была, она не драгоценная. Там фильмы снимают, там Грааля, там чаша вся эта. Там драгоценная, нет, она была очень простая, чаша нищего человека. Чаша нищего человека. И Он взял из того места, где и кровь протекла. И Он говорит, пей. И она сказала, что у него было опять так омерзительно. Так страшно, омерзительно это все было. Когда мы принимали тело, что это креста, мы принимали в таких красивых футужерах, стаканчиках. Но мы должны познать вот эту степень распятия, позора креста. Этот ужас. Вы знаете, для евреев слово о кресте это безумие. Это для мира безумие. Понимаете? Для евреев это соблазн. Потому что оно никак не входило. Понимаете? В сознание людей. Я думаю, что наше участие в его прилаглении должно, так сказать, дать возможность при правильном отношении Духу Святому двигать наш духовный рост и нашего духовного человека к ревности и желанию знать вот эту сторону. Понимаете? Ту сторону, которая, она дарована будет только тем, кто любит Христа. Это вот чудовищная сторона распятия. Это чудовищная сторона страдания. Это омерзение этого всего того, что происходило, что люди отворачивались. Это было не так помпезно, не так торжественно, как нам порой пытаются преподнести. И находясь на служениях, в этих замечательных залах люди, да, они принимают все это так почетно, все это так, вы знаете, чисто, так это все, это было не так. Грек, который понес Иисус, и цену, которому он платил, оно настолько все было страшно. И мы должны познать это. И это открывается на жертвенники. Это открывается в святом святых. Это открывается тем путем, которым мы идем. И эта женщина, когда она это увидела, она увидела это, все произошло то, что никогда не происходит по поводу человека внутреннего. Знаете, люди после бомбежки другие, после похорон они тоже другие, после убийств они другие. И все меняет, у нас все меняет. Но ничто так не меняет. Это то, что плохо скрывает. И все тело христистово нуждается в этом откровении. Иначе оно не в полноте познания Христа, оно не в полноте откровения о теле и крови. Много больных, немало умирают, потому что люди не разрушляют. Они не пытаются снизить всю страшную сторону. Много свидетельств людей, которые видели откровение Духа Святого и Стана Христе. В них рука, 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 не давала им проповедовать людям. Этим врач, французу, не мог в клинике говорить. Он хотел, он хотел проповедовать, потому что Иисус ураграспорт и воскрес. Он не мог. Стояла какая-то стена, стыда. Стояла стена какой-то неуверенности. И не веря в то, что у людей не было силы пробить человеческую камень сердец, неуверия сердец, сомнения в них. И однажды он стоял в молитве с женой, ему стало плохо, он умер, просто умер. Вызвали в скорую, приехал в его клинику, забрали его в его клинику. И он увидел в этот момент умирание. Он увидел Христа на Голгофе. Он увидел его распятым на кресте. Иисус висел с крестами. У него было такое другое, что это невозможно переоценить. И он сказал, вот с этого момента ты будешь проповедовать. И сила нашей жизни во Христе зависит от откровения от тех и крови Христа, которые пролили с женой и были на Голгофе. Это сила нашего служения, это сила нашей обновленной жизни, это сила всего. В этом ключ, ни в чем другом. Вы понимаете, слово без этого мертво. Мы даже слово не можем вместить, потому что мы не понимаем всей сути происходящего на Голгофе. Мы не можем идти в служение. Мы даже делаем усилие, чтобы идти на молитву. Иногда мы даже не приходим и делаем вид, что ее нет. Нет этой среды, несчастной, понимаете. У нас много оснований не делать того, что мы должны, потому что мы не понимаем радости, а не понимаем у нас на свободы. У нас нет свободы дышать, потому что мы не свободы в откровениях, у нас недостаток. И вот ключ к тому, чтобы это получить, это откровение о крови Иисуса Христа и Его теле. И то, что эта женщина получила в торондах, она говорит мерзко, противно, мерзко. Это было ужасно. Но это то, что превратилось в дар, тело и крови. Когда мы читаем псалом, что такие слова, что «мой удел» — это твоя чаша, «мое наследие твоей чаши». Эта чаша, он представлял, вот ту чашу представлял человек, вот ту, которая единственная чаша, из которой пил Иисус, единственная, которую Он давал ученикам, единственная, другой не было. Это откровение дано у каждого из нас, будет дано. Мы должны стремиться к этому. Сейчас, когда мы возьмем тело Суд Христа и крови, мы должны понимать, что Дух Святой за нас, Он двигает нас. Суд сказал, без меня ничего не может делать, Он даст нам это. Если мы будем хотеть, если мы будем желать этого, если мы хотим действительно углубиться в ту страшную сторону, в настоящую сторону, в истинную сторону, происшедшего на Голгофском Христе, наше воскрепление, нам будет даровано это. Потому что Суд сказал, если захотите и послушаете, будете вкушать в благо. Мы будем по-настоящему вкушать в благо этого наследия, тела Суд Христа и крови. Я приглашаю, давайте возьмем и примем участие хлеба в первом времени. Спасибо.